История гетто, вне зависимости от того, на территории какого государства она находилась, всегда была трагической страницей большой летописи Второй мировой войны. Ужас и страх овладевают учеными, когда они открывают новые факты зверства и нечеловеческой расправы над теми, кто по сути стал заложником судьбы. Но пока жива память, живы и те, кто пострадал за мир, кто очень хотел, чтобы история продолжалась. Эти слова вновь и вновь повторяют участники церемоний, которые собирают в конце января у памятника жертвам гетто десятки небезразличных людей. Я думаю, что пока мы помним, мы в безопасности. Именно память останавливает нас от новых преступлений, от новой вражды, от новых войн. Память – это очень великая сила, потому что уходят поколения, которые были участниками этой катастрофы. И они передают своим детям, своим внукам все, что они помнят, все, что они видели, все, что они делали. И это, на мой взгляд, важная составляющая нашей памяти. Брестская гетто – тема с особым грифом. Казалось бы, благодаря трудам историка-краеведа Василия Сарычева и других его коллег, у ученых уже была возможность дать оценку тому, что происходило здесь более 70 лет назад. Но Брестская земля дает ученым новые факты. Нашумевшая история строительства в 2019 году, когда во время подготовки к возведению жилого квартала в районе улиц Куйбышева, Советской и проспекта Машарова из земли были подняты останки более чем 1200 человек, стало источки еще одной запятой. В рамках раскопок были обнаружены личные вещи тех, кто погиб в этом аду. И буквально недавно они стали экспонатами ведущих выставочных площадок областного центра, в частности, Музея истории города. Предметы, которые в витринах лежат, это предметы, найденные непосредственно в раскопе. Участие в поисках принимал 52-й батальон Министерства обороны Республики Беларусь. Здесь мы видим и монеты большое количество, посуда, личные вещи, очки, швейцарские часы Омега. И, наверное, самый такой тяжелый экспонат для восприятия – это протез глаза, причем проработанный очень хорошо, можно будет тоже на него посмотреть. Монеты, емкости от лекарств, ключи, пуговицы и даже ручная грелка – такое простое и такое дорогое. То, что оставалось от прошлой мирной жизни у узников Брестского гетто, даже сегодня, спустя десятилетия, не может оставить равнодушными посетителей экспозиции. Особое внимание останавливает на себе протез глаза, выполненный настолько точно и ювелирно для его, безвременно почившего обладателя. Эти предметы – единственные немые свидетели той страшной трагедии. Да, они ничего не расскажут, но достаточно взглянуть на каждый из экспонатов, и ты понимаешь, как личная трагедия становится частью общей истории. Первые евреи в Бресте появляются еще к 14-му столетию. При князе Витовте процент еврейского населения в городе возрастает, они получают привилей, занимаются ремеслом, торговлей. И, например, по данным переписи населения, которое впервые проводилось в Российской империи в 1897 году, больше половины населения всего нашего города были как раз-таки евреи. Вторая мировая война вносит свои печальные коллективы, и сегодня менее 1% населения нашего города составляют представители евреев. Еврейская сфера жизни нашего города Бреста особо не представлена. К сожалению, к большому сожалению, и, возможно, вот это будет первым шагом к изучению имени еврейской истории Бреста, города, который немалым обязан как раз-таки евреям в своем развитии. Со временем в музее планируют создать экспозицию, посвященную трагедии Брестского гетто. Помогают в этой работе и брещане. Так, среди тематических экспонатов оказались и листы Торы, священной книги евреев. Ее передал дар один из местных жителей. Брещане уверены, это общая память, общая история, а ее пусть и печальные уроки не имеют срока давности.